Лидер хорватской оппозиции Давар Бернердич объявил о своей отставке после поражения на всеобщих выборах Коалиции Перезагрузка, возглавляемой его социал-демократической партией. Коалиция финишировала второй 41 мандатом, в то время как консервативное хорватское демократическое содружество премьер-министра Андрея Пленковича консолидировало свою власть, набрав 37% голосов. Вся Хорватия говорит о цифре 66. Именно такое количество мест в парламенте достанется хорватскому демократическому содружеству. Но сейчас число 34 важнее, потому что явка составила 34%. За последние дни мы опросили десятки людей, и большинство из них сказали, они не интересуются политикой и не голосуют они, потому что все партии предлагают одно и то же. Андрей Пленкович сталкивается сейчас с массой трудностей при действительно низкой легитимности, и это будет непросто. В большей степени это коррупция, деньги идут не в то русло, прогресса нет, все разваливается. Они устраивают на работу людей по знакомству. Преступность на высоком уровне как в политике, так и по всей стране. Коалиция зеленых и левых вошла в хорватский парламент с семью мандатами. Один из главных сюрпризов воскресных выборов. Хорватия впервые присоединяется к зеленой волне, которая берет свое начало с последних европейских выборов. Националистическое движение за Отечество заняло третье место в гонке, определив себя как решающую силу для формирования большинства. Но Пленкович уже начал изучать возможность союза с партиями национальных меньшинств, зарубежной хорватской диаспорой и другими небольшими группами. Будут ли у нас вторые выборы или нестабильное правительство меньшинства, что проблематично в условиях пандемии и тех последствий, которые она оказывает на экономику? Политическая стабильность – ключ к преодолению экономической рецессии, которая в этом году в Хорватии может составить от 9 до 10 процентов.